МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Кем ты хочешь быть, когда вырастешь?" Этот вопрос входит в пятерку самых популярных, которые взрослые задают детям. Пролетают школьные годы, неумолимо надвигается последний звонок, а сакраментальное кем быть все чаще задают и учителя, и воспитатели, и сами дети. Оканчивая школу, миллионы молодых людей начинают независимую жизнь. Вот тогда-то и возникает вопрос, какую профессию выбрать для себя, и так, чтобы еще не ошибиться с выбором. Впрочем, нынешняя система образования не дает расслабиться школьникам. Ряд предметов для итогового тестирования ребята выбирают сами, те, которые, по их мнению, им интересны, легко даются или необходимы для дальнейшего обучения в УЗИ. Сегодня мы познакомимся с воспитанницами Порецкого детского дома. Каждая девочка уже построила планы на будущее, и они у всех разные. Но объединяет их одно – творческая самодеятельность. Петь, танцевать, разыгрывать пьесы. Настя, Саша, Ира и Вера берутся за любое дело с огромным энтузиазмом. Среди героинь нашего проекта Вера самая старшая. Девочка учится в 10-м классе. За любое поручение, что-то нарисовать или написать, поучаствовать в конкурсе, воспитанница Порецкого детского дома берется с радостью и старается всегда дело доводить до конца, чтобы были видны результаты. Разностороннее увлечение Веры, конечно, сбивает с толку, какую профессию выбрать. Ведь умеет и хочет она много, однако выбрать нужно что-то одно. Но все же зарисовки кое-какие имеются. Танцую, пою, много грамот. Пишу сочинения. Про маму надо было, о маме написать. Я про воспитанницу написала, то, что она стала мне как мать. И вот, заняла первое место. То, что журналист, я вот думаю, литературу там надо сдавать. Знаете? Вот. Это так. Я боюсь, если не сдам, то другую программисту. Ну, потому что моя сестра, она программист высший. У нее красный диплом. И она сказала, если что у меня не будет получаться, она мне будет помогать. Так, объяснять. Я бы хотела съездить, посмотреть, как это все. И потом бы уже точно решила, да, я туда иду. А так, пока я еще не знаю, я сомневаюсь. Ирина учится в седьмом классе. И, по словам девочки, у нее пока еще есть время определиться. Это будет непросто. Даже по любимым школьным предметам трудно предположить, с какой сферой деятельности Ирина свяжет свой профессиональный путь. Хотя кто сказал, что нельзя мечтать? Ну, в будущем мечтаю стать парикмахером. Ну, я так думаю. Почему хочешь стать парикмахером? Ну, потому что там делают различные прически. Это очень интересно и забавно. Ну, и вот профессия парикмахера это пока у меня в голове. А так, может, еще передумаю. Ну, человек должен уметь, быть способным, проявлять творчество. Я учусь в седьмом классе и у меня пока еще есть время подумать тем, кем я бы хотела стать. Впрочем, есть те, кто уже в свои 14 знает, чего хочет в этой жизни. Тому подтверждение Настя. К своей цели девочку уже приближается. Решила стать журналистом, потому что это очень интересная профессия. И журналисты путешествуют по разным местам, ездят много куда. Они печатают в газетах. И, конечно же, у меня есть мечта. Самое главное, я хочу, ну, если стану журналистом, взять интервью у главы Чувашской республики Михаила Васильевича Игнатьева. Не любой человек может на телефон снять, как президент о чем-то сообщает. Или, там, я не знаю, что-нибудь произошло, например, пожар. Не любой же может это все заснять. Поэтому нужный журналист. Настя любит писать рассказы и сочиняет стихи. Про природу, погоду, про некоторые уроки. Слагает строки только тогда, когда настроение действительно хорошее. У меня тетрадка была раньше толстая. Туда все записывала. Потом потерялась и после лета. Я думаю, нужно стремиться, чтобы были такие же стихи. Но сейчас таких почти не пишут, как раньше. Но сейчас много чего, многого создали. Вот раньше же не было компьютера всего. У людей было много времени. И вот они стихи писали. А сейчас с вами беднями все заняты. Компьютер, работа. Девочки не похожи друг на друга. Но все они уверены, чтобы работа доставляла радость, нужно выбирать интересную профессию. Как и договаривались, мы решили помочь девочкам поближе познакомиться с ремеслом журналиста и вместе с ними отправились в редакцию газеты «Советская Чувашия». Конечно, журналист может работать где угодно – на радио, телевидении, в информационном агентстве и интернете. Но газета считается лучшей школой мастерства. Как написал афорист Жарко Петтан, о светлом будущем заботятся политики, о светлом прошлом – историки, о светлом – настоящем журналисты. Относят журналистику как творчеству, так и к ремеслу. Но достоверно известно, что журналисты ни за что не променяют свою беспокойную профессию на другую. Смена событий, постоянное общение с людьми, активный образ жизни способны заменить им все. «Пригласил меня в Маргаушскую районную газету, потом служил на флоте, причем служил на атомной подводной лодке, я служил, и там тоже очень много писал в газеты, во флотские газеты. Потом учебу в Московском университете на факультете журналистики, причем я все годы не стал учиться, уже где-то три года на дневном, потом смотрю уже, а что, надо совмещать учебу с работой. Пришел на заочное, приехал в республику, здесь в молодежной газете работал пять лет, и вот с 84-го года уже советской Чувашии». Девочки с огромным интересом слушали об истории создания газеты «Советская Чувашия». Биография печатного издания началась в далеком 1917 году, тогда вышел первый номер «Чебоксарской правды». Поразило девочек и то, что главный редактор Африкан Соловьев сам уже 40 лет с журналистики. И все эти годы работает в этой газете. Шквал вопросов, почему в газете, почему именно здесь, не задумывался ли журналист сменить свою профессию, на все вопросы девочки получали ответы по порядку. Конечно же, любая профессия держится на людях, которые ее выбирают. Журналистика – это корреспонденты, фотографы, редакторы. Африкан Германович объяснил девочкам, какими необходимыми качествами и навыками должен обладать человек, который хочет стать журналистом. Он должен уметь быстро усваивать, понимать и обрабатывать много информации, обладать нюхом на злободневность, ведь именно в этом кроется залог успешной журналистской карьеры. Также среди необходимых качеств нужно назвать коммуникабельность, любознательность, эрудицию, творческие и художественные способности, хорошую память. Прежде всего, журналист должен уметь задавать вопросы и слушать, и уже потом, объясняя себе, объяснять читателям суть происходящего. Он должен отыскивать и публиковать информацию вместо слухов и измышлений, быть настоящим исследователем. И самое главное, как отметил главный редактор газеты, нужно любить своего читателя. Вот мы хотим, чтобы с нами советовались, мы хотим сами советоваться с нашими читателями. Вот эта взаимосвязь, вот в этой статье как раз об этом речи идет. Вот доверие газете, популярность газеты, в основном на этом держатся. В основном на этом. Если мы будем описывать только какие-то совещания, заседания, семинары, конференции, съезды, как пытаются делать некоторые издания, я уверен, что такая газета обречена на неудачу. Если мы будем писать только о том, кто, где, куда выезжает, где отдыхает, ну вот как гламурные тусовки проводит, эта газета тоже для нашего круга, для нашего, она обречена на неуспех. Девочкам было любопытно, чем занимается сам редактор в газете. Редактор решает, какой сотрудник редакции пойдет на какое задание. Иногда идея возникает и у самих журналистов, но они обязательно должны быть согласованы с руководителем. Газета – это коллективный труд. Во-первых, ну как рождается? Мы каждое утро на 5 минут здесь собираемся и планируем номер. Ага, говорим, значит, такой-такой-такой-такой материал, основные материалы. Надо показать 1 мая, что некоторые будут отдыхать, некоторые пахать, некоторые шашлыки жарить. И тут же мы написали, чтобы они костры не разжигали, чтобы предостеречь людей. Все это обговариваем. Тут же как бы конструкция появляется. До того, как это в газете появится, читает заместитель редактора, он свои правки вносит, может вообще вернуть на переработку, может без единой правки пропустить. Все зависит от того, насколько качественно продукт информационный сделан. Настоящие журналисты должны быть готовы к любой ситуации. Им часто приходится ездить в командировки. В основном это касается тех, кто работает в республиканских или российских газетах. В каждой редакции есть фотограф, но настоящий журналист должен уметь фотографировать самостоятельно. Даже самый интересный материал не будет иметь успеха, пока он не подкреплен хорошей фотографией. Некоторым людям мало прочитать, им хочется посмотреть, как это выглядит. И вот сотрудник газеты не упустил возможность запечатлеть на память девочек в редакторской. Информповод, фотография, новость на первой странице размещается уже верстальщиком. Да, это вот верстальщики. Верстальщики, здесь они верстают. Это очень нужные люди. Газетный вариант другой, потому что мы всегда стараемся учитывать что-то на первой странице, что-то сверху на полосе, что-то снизу, что-то сбоку, что-то шрифтом выделить, что-то не выделить. Какие-то вот вставочки делаем, да? О том, как происходила верстка газета лет эдак 40 назад, вспомнить тоже не помешает. Сначала отмечали существенные детали пришедших для газеты историй, набирали текст слепую, никакого экрана не было. Затем шла вычитка напечатанного текста и сравнений с оригиналом. Если текст без единой поправки, это было счастьем. А так, правки накапливались и опять редактировались. Затем набор заголовков, правка в местах опечаток. И вот он, полный макет. Безусловно, компьютеры в разы облегчили человеку работу, на ответственность все же лежит на верстальщике. Так, нужно обязательно обращать внимание на мелочи, к примеру, на дату и день недели. Теперь пора увидеть, как собранный выпуск новостей рождается для читателя. Это типография. Именно здесь печатают многие уважаемые в республике издания. Как это работает, девочкам рассказали и показали по порядку. Рабочий день в типографии начинается тогда, когда большинство горожан уже отдыхает, где-то в 8 вечера. Обычно к этому времени завтрашняя газета готова к публикации. Из редакции в цех допечатных процессов поступают электронные файлы. Это будущая газета. И здесь их собирают воедино. Учитывается все полосы, как они должны правильно стоять. Сюда поступают файлы заказчиков. Они здесь проверяются. И дальше собирается спуск полос. То есть это прообраз будущей нашей газеты. Вот видите? Можно посмотреть. Далее готовый спуск полос отправляется у нас на изготовление форм. Чтобы получился тираж, содержание одной и той же страницы наносят на алюминиевую пластину. Все происходит в помещении, которое похоже на фотолабораторию. Правда, свет здесь ярко-желтый. Готовые алюминиевые пластины это своеобразные трафареты, с которых потом делают тысячи копий. Девочки заметили, что непосредственно в цехе печати работают в основном мужчины. Техника все же непростая. Знакомство с профессией журналиста для школьниц стало познавательным и интересным. Что-нибудь запомнилось? Ну да. Как ее... Ну, как тут машинки печатают ее, интересно складывают потом. Как на компьютерах делают, фотографии вставляют, печатают. Ну, понравилось. Мы сегодня здесь побывали, и, ну, я увидела много нового, и, может, я стану, да, журналисткой. Проложить профессиональный путь непросто, отмечают мастера своего дела. Но достичь поставленной цели вполне реально для любого человека, если приложить массу усилий. Главное быть не просто работником или специалистом, а постоянно совершенствоваться и стремиться стать настоящим профессионалом. Ну, вот эти девочки, которые сегодня пришли к нам в редакцию, станут ли они журналистами или кем-то, где-то в другом месте они будут работать, кем-то другим будут работать. Не важно. Это не столь важно, что они... Важно, чтобы они все-таки смогли немножко узнать, немножко узнать тонкости работника медиасферы, работника журналиста, полиграфической сферы. Они в типографии тоже побывали. Может быть, ваша, наша, эта телепередача немножко подтолкнет некоторых к размышлениям. А если, когда человек думает, размышляет, сопоставляет, то не все потеряно, то все у нас должно получиться. Работа в средствах массовой информации предполагает множество специальностей. Одной профессией журналиста медиасфера не ограничивается. И это девочки поняли. Какой профессиональный путь они выберут, мы не знаем. Хорошо бы, чтобы эта экскурсия не только осталась в их памяти, как интересное событие, но и внесла записи в ежедневнике будущего. Редактор субтитров А.Семкин